Я вас приветствую! Я бы хотела сегодня поделиться своей маленькой историей, притчей и сказкой. Притча о картине. Однажды молодая пара пришла в современный музей. Там были самые яркие, самые модные, крутые выставки современного искусства. Эта молодая пара представляла собой главную героиню, девушку, ее молодого человека. Он был очень богат и очень своенравлен, тщеславен. Ему казалось, что все нужно решать, только обращаясь к нему, только он знает все на земле правильно. И во время прогулки по этой самой модной, самой крутой выставке, девушка восхищенно озвучила, что хотела бы получить картину, хотела бы, чтобы он ее купил. Он сразу же сказал, что найдет самую лучшую, и она достойна только самой лучшей картины. Меньше они даже брать не будут. Прошла эта выставка, прошла другая. Новый музей, классический. Но нигде они не могли найти самую идеальную картину. И девушке было неприятно слышать от юноши, как он себя ввел. И в очередной раз, когда он ругался на окружающих, девушка в сердцах ему выпалила, что он ругает других, но сам даже не смог купить картину своей девушке. И они расстались. Прошло время. Девушке было больно и обидно, но она двигалась дальше. И она встретила нового, молодого человека. Он был небогат, но очень добр. Он был мастер на все руки. Какой вопрос к нему не обратишься, он все мог сделать. И девушку восхищало то, с какой добротой и радостью он смотрит на мир. И молодой человек однажды решил сделать ей сюрприз. И вот, когда она открыла глаза, она увидела, что они на выставке, в музее. Тяжелые воспоминания вспомнились у девушки. Она сказала ему о своей истории, что вот ей обещали подарить идеальную картину, но сколько бы художников, сколько бы выставок они не прошли, каждая картина была интересной, но лучшую они так и не нашли. Молодой человек сказал, так я найду для тебя идеальную картину, не волнуйся. Все вопросы решаемы. Я бы очень хотел тебя обрадовать идеальной картиной. Самой лучшей, самой-самой. Девушка скорее натяжно улыбнулась. Ей было грустно. Что если он не справится, и от случайно данного обещания им придется расстаться? Она вспоминала с горечью и болью те переживания, ссоры, те слова. Прошлый молодой человек с какой-то злостью рассказывал обо всех, что вот эта картина почти идеальна, но неужели художник не мог вот чуть-чуть доделать? Ну почему же все такие, почему же все делают работу некачественно? Это вот он ленился. Если бы он немножко постарался, то его картина была бы шедевром. Она столько этого наслушалась, что ее голова кружилась. И вот прошло время. Ее молодой человек, этот молодой парень, который был мастером на все руки, торжественно ее позвал. Она уже внутри была готова ему сказать, что ей не нужна идеальная картина. Ей подойдет любая. Просто как подарок, просто как милый сувенир. У нее не было цели поставить нерешаемую задачу. Но молодой человек гордо сказал, что он нашел решение. И самое правильное. Он попросил девушку закрыть глаза. Она в предвкушении и волнении глаза закрыла, открывает и верит перед собой холст. И довольного молодого человека с упаковкой купленного, распечатанного угля, который он ей протягивает. Дорогая, идеальную картину мы с тобой сделаем вместе. Девушка в слезах обняла его. И, как мне кажется, они смогли вместе из этого древесного угля создать неповторимый шедевр, который их радует. И это их самая лучшая идеальная картина. Как вы думаете, о чем эта сказка? Понравилась ли она вам? Чему можно в ней научиться? Сказка ложный у ней намек. И надеюсь, каждому было интересно. Всем пока!